Потом, Володя, повернешь и себя снимешь, что ты снимал. Слово Божие говорит при двух или трех свидетелях. Слово должно быть истинно. Так? Тебе вот эта известна деталь? Что это такое? Диктофон. Диктофон. Идет богослужение. Народ, женщины стоят. Она кому-то в руки дала и дальше поясняет. А тот не знает, что это передает другому, третьему. Это же богослужение идет-то. Так это надо, что ли? Значит, при всем людях, вот сколько нас здесь, ты сейчас скажи, что на богослужение больше ты никому подавать не будешь. Тебе надо, ты вот так вот подними его и запиши, и все. Дальше. На занятиях один раз разрешаю только один раз. Занятия тут один раз, чтобы подать, потому что мы сидим разговаривая к нам, чтобы передать. Только один раз. Повтори, что я сказал. Никому не передавать, только самой записывать. И на занятиях один раз только. Почему ты слово богослужение упустила? Самое главное-то. А, богослужение. Ну, я считаю, служба идет, главное. Служба идет во время проповеди. Когда он говорил проповедь, читал. Богослужение идет. От и до. Пока двери не закроешься. Батюшка закрыл двери. Все, мы уже молимся и уходим. У нас разрешается везде все записывать. Занятия идут, то другое. Повтори, как я сказал. На богослужение никогда никому в руки не давать эту игрушку. Хорошо. Ты повтори. На богослужение никогда никому не давать эту игрушку. Ты обещаешь себе? Обещаю. На занятиях разрешаю. А один раз передать и на этом все, не трогать. Повтори. На занятиях один раз и не трогать больше. Передать можно. Передать. Дело в том, что ты садись ближе, рядом. Я все равно сказал, бери подушку. Положила. А когда надо, послушаю ее дома. Пришла отдохнуть. Так. Вот при двух свидетелях, смотри. Николай Георгиевич Кузьмин и Владимир Александрович Пащенко. Будьте не свидетелями. Я ничего не могу сделать. Вот отнял сколько? Сейчас я передаю. Я не трогал ее, а так и лежал на столе. Ну, мне надо твои проповеди отсюда списать. Я не знаю про это. Мне только вот этого, чтобы отдать. И ты обещала, и держи это. Да я сделаю. Больше у меня ничего нет. Ты покажи себя, кто ты свидетель. Спасибо. Я показал. Да, это ты свидетель. Ну и все. Так, у тебя полная Библия-то есть? Да. А то там мне прислали там. Моя участь какая ждет. Примудрость Соломона, пятая глава. Все. Сейчас будете считать. Я записывать буду? Да, записываю. А, батарейка-то. Ну, мне надо узнать, она заряжена, не заряжена. Все. А? Не заряжена. Я ее не пробовал. Примудрость Соломона, пятая глава. И притча, примудрость. Ты, я вижу, ногой почти забиваешь. Что уронишь его? Я активирую, не переживайте. Так. Можешь прочитать пятую? Да. Слух. Назаврения нет? Молодя, наверное, считай сам. От начала до конца. Ну, вот она, пятая глава. Попорядка, еще главу прочитать. Все. Это мне, мне сегодня прислали, моя участь. Пятая глава. Книга Примудрости Соломона. Примудрость Соломона, пятая глава. Господи, буду славен. Тогда праведник с великим дерзновением станет предлецом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Но, судя Божьим, как будет? Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданностью спасения его. И, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами себе. И это тот самый, который был у нас некогда посмеение и притчей поругания. Посмеяние, посмеяние, да. И смеяние безумное. Мы почитали жизнь его сумасшествием и кончиной его бесчестной. Как же он причислен к сынам Божьим? И жребий его со святыми. Итак, мы заблудились от пути истины. И свет правды не осветил нам. И солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибли. Беззакония и погибли, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. То есть они это знают. Сегодня они геройствуют, а будет вот так. Какую пользу принесло нам высокомерие? И что доставило нам богатство счастливым? Все это прошло как тень. И как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующей волне, невозможно найти следа. Ни стези дня и его волна. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути. Но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротой движения, пройден движущими крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы пущеный цель, разделенный в воздух, тотчас опять сходится так, что нельзя узнать, где прошла она. То есть настолько вот эта жизнь, короткая, и что будет, которая нападает, нападает со всех сторон на меня. У них ничего нету за душой. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетелей, но истощились беззакония нашим. Погромче, а тут не запишется еще. Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурью, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память о однодневном госте. А праведники живут во веки, награды Господи, и попечения о них у Вышнего. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею. Он возьмет все оружие, ревность свою, а тварь вооружит к отмещению врагам. Облечется в броню, в правду и возложит на себя шлем, нелицеприятный суд, возьмет непобедимый щит, святость. Строгий гнев его изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молнии и из облаков, как из стуха натянутого лука, полетят в цель. И, как из каменометного орудия с яростью, камнеметного орудия, с яростью посыпется град, вознегодует на них вода морская, и реки серебро потопят их. Восстанет против них дух силы и, как вихрь, разнесет их. Так беззаконие опустошит всю землю и злодеяние неиспровернет престолы селев. Мы едем дорогой. Слава тебе, Боже, наша миссионерская поездка. Слава тебе. Про Таирей мне говорит, вот я сейчас считаю второе послание к Алиппинам, апостол Павел говорит, более всех там был, более всех там. Я считаю, а я его перед глазами стою. Я не касаюсь никак, я не могу больше думать. У меня сколько знакомых, архиереи, я никому не могу приложить. Притом этот Митар Тарабич, сербский там, слышал такого? Вот он, меня опять бы прислали, я никогда бы его не нашел и не знал. Это опять про вас говорится. Все, на севере, маленький человек, и люди будут как себя вести, ему будет очень непросто. Когда умрет, отойдет, останутся ему мудрые книги, книги, не книжка, и люди будут думать тогда, что же мы делали. Дальше, в митрополитсе, в Строгородске выступают, и опять с другого конца, совсем даже, бывает не православные, с другой стороны, пишут, это про вас говорит. Я говорю, почему? Человек, у которого никаких должностей нету, ну то есть, ни один смещенник, ни один яхо, ни один архиерея в эту строку не входит. Никакой. Но в трудные времена, а они будут во главе, вести народ к спасению, прямо поясняет где-то, почему. Движимые своей силою, вот это, желанием спасти людей. Я сколько уже знаю, мне вот сегодня только сколько было, о воспитании детей. Ну, я живу, говорит, в Таллине, это Эстония, и говорит, она, я только говорю, а сколько детей? Да я не женатый. Так, работают там, где дети, с детьми, не слушаются, курят, и наркоманят, и что ты сделаешь? Что, к утру, чтобы ушел оттуда? Даже бороду, у тебя волосинки, видать только, этого не можешь сделать, бритву выбрось, потому что в этом сила, ты бы даже не знаете, какая сила в этом. И выйди оттуда, и там будет, она видно, и там. Ты еще не можешь сделать, потому что, именальная юстиция, она против тебя идет, ты тронуть не можешь. Когда узнавали здесь, ну, директора, как назвать, начальники детских лагерей, и говорят, если я это сделаю, как вы, меня сразу посадят. Я говорю, меня не садят? Почему? Я его создал, я доказываю, специальная комиссия, кандидат медицинских наук осматривает, милиция, даже КГБ задействовали, еще нету. Мальчик одного спрашивает, вас бьет он? Никто нас не бьет, нас наказывают за дело. Ребенок, считай. Вот какое дело. Поэтому я подхожу сбоку, так, чтобы осторожен. Вот сегодня мне вот такой материал выставили. Я его на воскресенье оставлю. Просчитать надо. Готовься. Придется считать. Премудрость, пятая глава. Определенная и четко. И что-то они сейчас делают. Пятая глава, восьмой стих Исаия пророка. И Михея, вторая глава, первый, второй стих. То есть, прямо то, что сейчас вот они делаются, что они против меня, а я только радуюсь и благодарю Бога. Написано, радуйтесь. Велика ваша награда на небеса. Так, на ли пророка, бывший прежде вас. Я ничего не могу сделать. Я их не зову, они сами лезут. Почему? Такая планета. У него такая роль. А он думает, сейчас человек такой, то вот я там пятеро, десятеро, живет, вообще ничего нет. И главное, что? У Достоевского-то написано. Таким людям, он говорит, вот сейчас, как братья Карамаза, велики визита. Чем сильнее хочешь увезли человека, лепи на него свои грехи. Я выступал, там где-то, сказал слово такое, а он тут же его переворачивает, это про тебя сказано. Это у тебя веры никакой нету. Ты возьми его, скажи я одному человеку. Почему? Так написано. Тем больше награда. Враги человеку, домашнее его. А бывают дети неверующие, все хорошо. Это нехорошо, неправильно это. Если дети неверующие, тебя не трогают, то есть они в тебе, сатана не чувствует, тебе опасности для них. Это все должно посмотреть. Какая причина. Если ты идешь против дьявола, против мира, мир обязательно будет щелкать зубами, как крокодил. Никак по-другому не будет. Я усилился молчать, как говорит Еремея, но внутри меня, в костях моих, был разлитый, как огонь. Я усилился, и не мог удержать это. Вот так. Ну и хорошо. Не забывай. Как только нарушишь, сразу мне несешь его. Хорошо. Хорошо, согласен было. Я пошел, тогда не нужен. Шарик, вот эти вот, манты, шарику и кошкам дай. Я все... Я все... Я все...